друзья всем привет с вами снова ольга и сегодня мы с вами отправимся на восточное побережье корейского полуострова восточная как его называют в корее или как его называют во всем остальном мире японское море является излюбленным местом отдыха для корейцев несмотря на то что купальный сезон ограничивается только летними месяцами поток туристов в те края не иссякает круглый год чем же можно заниматься там зимой спросите вы сегодня я вам покажу как выглядят стандартные корейские выходные на море дорога из села до побережья занимает примерно три часа на машине и дорога это довольно живописная это бесконечные горы холмы и небольшие рисовые поля и редкие маленькие деревушки в пять домов поехали мы остановились на перевалочном пункте для автомобилистов как обычно и девчонки захотели том пан или хлеб какашка булочка какашка видите вот такие модные какашки что может быть вкуснее да вот так выглядят курительные комнаты обязательно нужно курить в специальном помещении просто так на улице где-нибудь сесть на лавочку и покурить нельзя и вот так вот здесь выглядит небольшая зона отдыха белочки парашки это то чем славится регион мила это довольно небольшая только маленькая хюкиса они на каждом каждые примерно 30 километров по всем направлениям в корее значительную часть всех дорог в корее составляют туннели не испугайтесь если когда-то придется по ним проезжать там дико орут сирены и все мигает это сделано для того чтобы водители не уснули друзья мы приехали вот так выглядит наш домик наш дачный домик это настоящий ханок настоящий ханок почему настоящий потому что он отапливается вот так как старинные времена дровами запах вы себе не представляете какой здесь стоит просто бани дровишками все как я люблю и вот здесь вот можно жарить шашлыки но зимой зимой это когда не очень а так если приезжать сюда другое время года в любое другое время года то очень круто ну сходи 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 а где-то шинбал паса? а где-то шинбал паса на гонде а где-то шинбал чана шинбал паса шинбал паса анжелина 너 때문에 мон монти 열어 ей тоже остаться со всем своим барахлом ангелина как всегда а сейчас мы здесь поселистся и поедем рыбу есть это какая-то юрта это сильно друзья такого жилища у нас еще не было и да вот матрас на полу расстилаются и все будем сегодня спать в юрте круто да торчок как всегда прикольно прикольно аня аня гая дэнди папа могора так ангелина здесь уже все расставилось по цене друзья это стоит как хороший отель хороший современный номер в отеле в это время года корейцы очень любят такую смену обстановки здесь стекло а там еще целлофаном затянуты чтобы ветер куда-куда-куда носки снимать папа другая дэй полига за полига за из глины и это такие полезные для здоровья такая отделка глина дерево все натуральные материалы использовались я мы приехали на рыбный рынок какой-то новый первый раз в этом районе и смотрите как здесь красота но и мы сейчас на на крыше на парковке на какой-то смотрите там какие поселения домики крутые деревенские а вот там вышка на на какой-то кафе на вышку поднимаешься и смотришь на закат вон там закат и внизу рынок сейчас пойдем посмотрим но нет женщин нельзя ангелина здесь рыба кругом полива 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 а вот там хочу на макушке жить танки то классные крутые кафе видно вон там новые какие-то здания а это просто домики какая тут красота такая крутая атмосфера вот со стоянки такой вид открывается это такой порт небольшой видите лодки рыбацкие маленькие и внизу рынок тут же вылавливают тут же продают огромный огромный рынок я думала здесь комить будет маханьки но нет рынок большой и мы сейчас на него пойдем вон там он все лодки-лодки с одной стороны все так конечно бедненько стрёмненько но с другой стороны такая экзотика так круто когда выпросила таки самокат и тащит его теперь сама по местницам таскать будет сосранка но молча хоть тащит здесь прям такой морской морской запах получим круто прямо индия какая-то китай азия азия в таких вот маленьких городочках в корее совсем другая картина чем сеуле уютная уютная и как мой муж говорит жизнью пахнет людьми пахнет в сеуле же людьми не пахнет и жизни просто такие каменные джунгли бесчувственные а здесь прям вот очень крутая атмосфера и вот мы подходим к рынку синие тазики довольно прохладный ветер морской и холодно очень холодно вечер уже потому что но тут все как всегда в принципе я не раз уже снимала и да здесь только черта лысого нет остальное все есть видите даже какие огромные раковины все это едят мой запах классный свежего моря свежих морских продуктов вообще рыбой не пахнет сенсор немцы айом нэндэ коди панджон фадан фадан эмсэгня и вот и смотрите как это супер него по вас а сопер туда пункт размером и заложить только рука замерзла вот есть подвяленная рыбка подсушенная уже но она нифига нифига не соленая как мы привыкли смотрите какие осьминоги огромные а у него одна лапка как моя рука щупальца господи лапка это рыба фугу наверное тут же водоросли тут же режу очередь какая-то стоит прям а а здесь же рыбу разделывают и ее забирают и где-то потом едят все по-спартански все как мы любим можно каш пойти в ресторан и за те же деньги поесть еще и кучу пончанов получить но это же не так круто есть просто кальмары кальмары смотрите какая рыба красивая как у бабочки у нее эти плавники яркие на базаре торгуется приценивается да вот 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 один амуля одесса могу а это у дан есть ресторанчик но ресторанчик сейчас посмотрите когда ресторанчик чисто жопу на жопу притулить доставал кальмаров короче нам и он как брызнул весь муж мокрый ангелинка вся мокрая пострадали от кальмара держи держи сейчас запрогнет наша рыбка вот у нас все это следим друзья целый мешок живой рыбы всего за 30 так дешево мы еще не ели никогда рыбу 30 это меньше 30 долларов 25 баксов за целый мешок рыбы вы видели сколько это а а кто может еще ежик кто-то где мы не так все что мы что 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 да да ну да ну да спасибо ну да если чего-то не хватит то еще можно прийти заказать ну блин столько я не знаю мы точно все не следим очень много а здесь вот здесь вот на пару крабов варят 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 на пару в таких вот штуках крабиков тут и королевские крабы есть из России и корейские крабы они поменьше блин так жалко что у меня может закончиться память на камере вот и надо экономить но хочется каждый шаг снимать каждый чтобы вы прониклись прямо этой атмосферой надо будет купить наверное флешку а хотя там компьютера нет так и значит вот так вот выглядит ресторанчик ну вполне неплохо в принципе я ожидала кучу бывает хуже но реже так ой как тут тепло уютно тут можно автографы оставлять свои на стене надо писать на русском оставить свою метку принесли нам нашего порезанного кальмара не путайте кальмара и осьминога осьминог это которые лапки шевелятся а кальмар он не шевелится ну он может шевелиться но так вот немножко не так как осьминог а это вот я не знаю морской огурец называется или как по-русски 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 конечно не сравнить с тем что в городе продают все равно на море только что выловлены конечно вкуснее изюмчик а ты что будешь есть я не знаю рис рис ешь вот столько рыбы нам принесли и и и и и и и и бабушка пожарила ангелине 2 яйца потому что ей нечего было есть вот она теперь рис с яйцами ест но она любит яйца жареные и и и и и и и и и Друзья, и как всегда, напоследок приносят уху, меонтан так называемый. Это такая остренькая уха с овощами тут, редька, рыба, лук, порей и проростки. Проростки сои. Здесь вот то, что остается от рыбы. Головы, плавники, икра и все такое. Из этого потом варят такой спец. Тысячу раз уже про это рассказывала и показывала, но на моем канале новые люди появляются. Поэтому, может, кто-то не видел. Очень много было рыбы, и мы не смогли ее, конечно, осилить. Все наелись. Вот сейчас муж пытается это все доесть. Но видите, сколько еще осталось. Конечно же, у него не получится. А мне уже хочется такого тепленького, горячего бульона. После холодной сырой рыбы. Всегда так. Поэтому она как бы идет так трапезе. Сначала сырая рыба, а потом все это заливается таким жгучим, горячим бульоном. Ухой. Да? Соня, скажи что-нибудь умное. Смотрите, сколько мяса в этой голове. Обалдеть одно мясо. Ааа, пар такой пар. Сейчас камеру мне запотеет этот пар. Мясо как у барана у этой рыбы. Мясо как у барана у этой рыбы. А то, что делать никогда нельзя, это сырую рыбу в сашими варить вот так вот в супе. Потому что сашими – это очень дорогой деликатес. И варить её в супе – это настоящее кощунство. Ну, когда уже просто вообще не лезет ни в кого сырая, её доваривают. Только мы так делаем, наверное, больше никто в Корее так не делает. Друзья, вышли мы из ресторанчика, так называемого. И сейчас прошвырнёмся, наверное, здесь ещё по рынку, посмотрим, что здесь есть. Здесь также всякие сушёные продаются морепродукты. Или солёные, сушёные, очень-очень всякие разные. Я хочу посмотреть икру сырую, засолить её и завялить потом у мужа на заводе там повешен. Смотрите, какие эти скаты, да? Какая симпапулечка. Кьём до никуди? Симпапушки. Такие зубки у них. Да, есть бошки вот такие сушёные. Из них, по-моему, то ли суп добавляют, то ли куда, не знаю, если честно. Но куда-то вот эту всю сушёную рыбу добавят. Вот это вот, казалось бы, да, похоже на нашу. Но она сладкая, друзья, она прям со сладким соусом. Это вот просто сушёные кальмары. Мы их едим. Мы тоже. Вот, а это прям наша, смотрите, прям корюшка-корюшка вам покажется, да, наша? Настоящая, солёная. Но не мечтайте. Она высушенная настолько, она без соли, без ничего. Просто на ветру высушенная настолько, что там она просто рассыпается. И она вообще не солёная. В ней нету ни капли жирка. Ну, вот, в общем, это совсем не то. Её есть невозможно. Её только добавляют в какие-нибудь там супы. Нет, корейцы её тоже жарят, но... Они её жарят, да. Они вот эту вот корюшку вяленую. Да, вот эту ногори. Корюшку вот эту жареную берут, жарят. И она получается как печеньки такие. Печеньки даже не солёные, ничего. Короче, такая фигня. А вот тут вот, да, вот так вот, видите, сушат. Казалось бы, ну, то же самое, что у нас. Но она абсолютно без соли, то есть её не засаливают. Её просто берут и сушат. Причём высушивают, я говорю, вот прям досуха, досуха прям вообще. В ней ничего не остаётся. Видите, сколько много? И, казалось бы, что им стоит, да, вот этой насолить так, как мы любим. Так, как мы любим. Но корейцы так не любят, прикиньте, они не любят это просто. Рыбы у них дофига, соли дофига, место, где можно засолить дофига, но они её не сольят. Вот росли есть. Не понимают корейцы, что мы ищем. Мы ищем икру, но со свежими морепродуктами рынок уже закрылся. А тут остались вот такие просто ресторанчики. Да, всё, закрылось. Ладно? Всё. Да, всё. Рядом с домом в марте у нас продают икру, просто я думала, здесь она будет подешевле. Но попробуем засолить то, что продаётся в марте. Видите, какие рыбы сушатся и вялит? Красные. Вот что стоит посолить их и завялить? Нет, нет и нет. Вот такой вот рынок, друзья. Мы, конечно, как всегда, зашли на рынок и сразу почти у первого продавца всё купили, пошли, поели. И весь рынок вам не показали. Но он здесь очень огромный, на удивление. Вот. И я думаю, что мы сюда ещё не раз приедем. И будем снимать. Очень мне понравилась здесь вот эта именно местность такая. Вот. А сейчас мы пойдём на берег моря и попускаем фейерверки. Как вы знаете, в Корее нигде пускать фейерверки нельзя, кроме как на побережье. Вот. В целях безопасности. Ни в городах, нигде не разрешают. Только на побережье. Вот так на море наставлять их и пускать. И поэтому корейцев принято. Если уж они доехали до моря, то они обязательно вот эти вот фейерверки пускают. И, наверное, мы сейчас поедем. И попускаем. Да. Надеюсь, мне хватит батарейки поснимать это всё. Вот. Вот.